Коллеги, всем добрый день. Спасибо за интерес к теме моего доклада. Меня зовут Борисовский Дмитрий, и сегодня я расскажу о практике по моделированию бизнес-процессов в рамках перехода конкретной компании, компании «Газпромкомплектация» на процессную систему управления. Мой доклад состоит из двух частей. В первой части я расскажу о предпосылках проекта, расскажу о теории, которой мы придерживались в работе, и отмечу организационные моменты. Во второй части я опишу оптимизацию конкретного бизнес-процесса, процесса по разработке и внедрению информационных систем в рамках всей этой нашей проделанной работы в компании. По итогам доклада я сделаю определенные выводы. Также по итогам доклада я хотел бы, чтобы у вас, как у слушателей, сложилось представление о том, какова ценность самой инициативы по моделированию бизнес-процессов в рамках внедрения процессной системы управления в компании, о том, каким образом это моделирование можно организовать в условиях неопределенности, принимая во внимание тот факт, что штат компании составляет порядка тысячи человек по 20 подразделениям, и существует ограничение по срокам и ресурсам на этот проект. Также я хотел бы, чтобы было понимание того, для чего мы в компании, в процесс взаимодействия бизнес-заказчиков и разработчиков, добавили интерфейс коммуникации в лице аналитиков. Мой взгляд на предметную область – это взгляд аналитиков, взгляд IT-менеджера и в какой-то степени BPM – бизнес-процесс-менеджера. Но я бы не сказал, что я играл роль стопроцентного BPM на этом проекте, поскольку я оптимизировал процессы в тех областях, которые мне понятны и знакомы. Это предпроект и это разработка и внедрение информационных систем. В компанию я пришел в 2014 году в качестве аналитика, в качестве даже связующего звена между IT и бизнесом при разработке информационных систем для внутренних нужд организации. В этой области мы с командой достигли определенных положительных результатов, но буквально в ноябре текущего года я принял решение из компании уйти, уйти в связи с отказом от переезда вместе с работодателем в город Санкт-Петербург. Я думаю, что, может быть, кто-то слышал уже о том, что «Газпром» весь централизованно переезжает в Питер. Так вот, я принял решение остаться в Москве и перешел в другую компанию на другое место работы. Сейчас я, соответственно, рассказываю про проект, который у меня был в компании «Газпромкомплектация». И на момент этого проекта я занимал позицию заместитель начальника отдела системного и бизнес-анализа в компании. Если говорить в целом про предметную область, то «Газпромкомплектация» — это стопроцентное дочернее общество «ПауГазпром». И, по сути, это централизованный поставщик всех материалов, оборудования и прочих ресурсов на объекты строительства «Газпрома». Основная задача компании в том, чтобы организовывать поставки ресурсов для объектов «Газпрома» в требуемом качестве, в необходимом количестве и на экономически выгодных условиях. То есть вот такая у нас предметная область. Если говорить про предпосылки проекта по моделированию, то для чего здесь упоминать вообще процессное управление и процессный подход к управлению? Эта тема достаточно обширная, достаточно сложная. Может быть, это предмет обсуждения для отдельного доклада. Но «ПауГазпром» централизованно внедряет у себя процессную практику управления, и, как следствие, все дочерние общества на своем уровне также должны ее у себя внедрить. Суть процессного управления в том, что, согласно этому подходу, компания при управлении деятельностью, ресурсами рассматривается как система взаимосвязанных процессов. И в идеале такой подход позволяет оценить вклад каждого процесса, каждого его участника в конечный результат деятельности компании. И результат этой деятельности можно оценить путем анализа определенных ключевых показателей по процессам и по его участникам. Так вот, учитывая все это, в числе ключевых этапов внедрения процессного подхода к управлению находится как раз моделирование бизнес-процессов. Когда мы приступали к этому проекту, мы рассматривали процесс как деятельность по преобразованию определенных входов в определенные выходы. И важное условие здесь в том, что эта деятельность на выходе обязательно должна создавать ценность для компании. Также у процесса должен быть определен владелец. Владелец внутри компании — это та функциональная единица, которая отвечает как за деятельность, так и за ее результат. Как за деятельность, так и за ее результат. Процесс можно описать по-разному. Можно сделать это в общих чертах, можно сделать это более, можно менее детально. Но для того, чтобы это сделать, моделирование при описании используется уровни детализации процессов. По степени детализации процессы описываются от крупных составных частей к более мелким. И к крупным составным частям относятся процессы так называемого первого уровня. То, что у нас находится на первом уровне, это то, что составляет ценность для компании, ценность для организации. То есть это уровень бизнес-единиц. Обычно на этом уровне выделяют от 3 до 7 ключевых процессов. В нашем случае их получилось 10. И если продолжать приводить нас в качестве примера, нашу компанию, то у нас выделились такие ключевые блоки, как блок управления поставками, блок IT, блок юридического сопровождения. Ну и все, что, собственно, добавляет ценности организации. Процессы второго уровня – это уровень описания деятельности крупных функциональных подразделений в компании. То есть, по сути, это декомпозиция каждого из процессов первого уровня на его укропненные функциональные составляющие. Если приводить пример с IT, то в нашем случае он декомпозировался, блок этот декомпозировался на управление, разработка и внедрение, на сопровождение пользователей, на эксплуатацию инфраструктуры, ну и так далее. Все, что может включать в себя IT в нашем конкретном случае в целом. На этом уровне процессов у нас уже получилось 65, прошу прощения, 65. Я говорю про компанию в целом, не про блок IT. И третий уровень детализации – это уровень описания деятельности отделов компании. Это тот уровень, на котором мы приняли решение остановиться на этой глубине детализации, поскольку с каждым новым уровнем число объектов модели растет в геометрической прогрессии. И если вовремя не остановиться описывать все, то просто существует риск того, что можно запутаться в той информации, с которой придется работать. Еще один важный момент здесь состоит в том, что уровни процессов нетождественны орг структуре организации. То есть, другими словами, это не одно и то же в разном виде. Процесс для достижения своей цели может проходить абсолютно в разных направлениях внутри организации. И орг структура никогда не покажет всей сложности, проходящих в организации процессов. Так вот, для того, чтобы эту сложность выявить, для того, чтобы ее описать, для того, чтобы ее упростить, проводится моделирование бизнес-процессов. И сейчас я подхожу к понятию ценности моделирования. В чем состоит ценность работ по моделированию процессов? Ценность этой работы состоит в том, что результат этой работы обеспечивает руководству полноценный инструментарий в рамках процессного подхода, в рамках дальнейшей оптимизации деятельности компании при процессном подходе. Результат моделирования — это карта бизнес-процессов. Имея карту бизнес-процессов, руководство может сопоставить фактическую ценность процесса в организации и его стоимость внутри организации. То есть, это инструмент балансирования нагрузки на ресурсы предприятия. Имея этот инструмент, можно в дальнейшем внедрять, скажем, систему контроля деятельности КХД по ключевым показателям. Можно проводить дальнейшие работы по внедрению процессного подхода, но ценность именно моделирования в том, что оно создает базу для всей этой последующей работы. Это то, что касалось теории, которой мы придерживались, теперь к практике, как это происходило. Все моделирование у нас выполнялось в нотации ARIS согласно внутренним правилам Газпрома. И этой работой занимается, по сути, отдел аналитиков в количестве пяти человек в организации. И, разумеется, в этой работе не может не быть сложностей. И эти сложности, прежде всего, состоят в том, что, во-первых, существуют директивные сроки на этот проект в установленной размере порядка шести месяцев. То есть, полгода на то, чтобы подготовить конечный вариант утвержденной карты процессов с детализацией до уровня отделов. Также эта работа осложняется тем, что штат компании составляет порядка тысячи человек по 20 подразделениям. И за сжатые временные рамки нужно проанализировать очень большое количество разного рода информации. То есть, нужно понять, чем люди фактически занимаются в подразделениях, чем они должны по факту заниматься, какие существуют противоречия. И вот уже вместе, уже когда все это будет готово, только потом приходить к самому моделированию. То есть, нужно выполнить подготовительную работу. И, по-хорошему, только на вовлечение всех заинтересованных сторон в этот проект уйдет, наверное, больше половины того срока, который у нас был обозначен. Но в нашем случае руководство понимало ценность работы по моделированию, поэтому максимально шло к нам навстречу, максимально было расположено к нам на этом проекте. Как оно было расположено? Расположено путем предоставления, прежде всего, административного ресурса. Здесь, наверное, стоит сказать отдельно про стиль управления, который принят, наверное, в целом в госсекторе и, в частности, в компании «Газпромкомплектация». Это директивный стиль управления, при этом стиле мотивации исполнителей происходит посредством приказа, который имеет реальную силу в организации. Так вот, перед началом этого проекта руководство издало приказ о том, что создается рабочая группа, в которую входят ключевые представители от всех 20 подразделений в компании, все владельцы бизнес-процессов. И эти владельцы бизнес-процессов назначаются ответственными за подготовку всей первичной информации из-из, как есть. Дальше, когда эта информация подготовлена, они идут к нам, к аналитикам с этой информацией, и мы уже совместно с ними вырабатываем оптимальный способ организации процессов их деятельности для карты процессов, для конечной. Вот таким образом была предложена концепция вообще организации всего этого проекта, и, разумеется, у коллег не могло не возникнуть возражений на предмет того, что в компании есть отдел аналитиков, и, в общем-то, они должны заниматься бизнес-анализом, анализом компании. Все документы, все положения о подразделениях, все регламенты находятся в общем доступе. Пусть, так сказать, аналитики берут и разбираются с этой информацией, и уже дальше приходят к нам, к владельцам бизнес-процессов, с своими предложениями. Основной же посыл от нас, как от аналитиков, был в том, что в рамках существующей директивы по срокам мы не можем, да и, по сути, не должны заниматься самостоятельным анализом положения подразделений и всех этих документов. Пусть до нас донесут сами владельцы бизнес-процессов то, чем они занимаются. Если они этого сделать не могут, то мы можем пойти двумя путями. Либо мы, если мы ничего не понимаем, рисуем в карте процессов пустое место со всеми вытекающими последствиями, либо, если мы понимаем, как это можно организовать, мы организуем процесс для владельца таким образом, что он будет по нему потом в дальнейшем работать вместе со своей командой. То есть в интересах владельцев бизнес-процессов было вовлекаться в проект на этапе подготовки первичной информации, потому что то, насколько они будут вовлечены, определит то, каким образом они будут в итоге работать по тому, что аналитики нарисуют в этом процессе. После того, как это было на вводном совещании обозначено, собственно, все вопросы были сняты, все возражения были сняты, и у всех было понимание того, для чего нужно вообще в этой работе участвовать и для чего она проводится. По способу предоставления информации мы не ограничивали коллег в способах ее передачи. Кто-то мог нам нарисовать на листе от руки, кто-то мог в нотации нарисовать в визио или другими способами. Для нас это было не критично. Главное было, прежде всего, чтобы сами владельцы бизнес-процессов поняли, чем они занимаются, поняли, какие у них есть проблемы и донесли это до нас. Все равно все в итоге перерисовывается в нотацию ARIS. Сразу скажу, что по итогам этой работы было выявлено большое количество несоответствий между фактически исполняемыми функциями и теми положениями, которые прописаны в подразделениях. То есть было очень большое количество несоответствий. Например, одно управление могло исполнять те функции, которые прописаны в положениях об другом управлении. Или в положении об управлении присутствовали цели и задачи абсолютно другого отдела, из другого управления. Компания существует с 1963 года, если я не ошибаюсь. И, естественно, за это время накопится большое количество несоответствий. Про планирование я скажу буквально в двух словах. Ключевые вехи проекта я вынес на слайд. Здесь что бы я хотел отметить, что мы сделали параллельно два процесса. Параллельно тому, как шло формирование рабочей группы, которую запустили не мы, мы занимались моделированием процессов первого уровня. А процессы первого уровня — это те процессы, которые находятся в области ответственности высшего руководства. Соответственно, оно, понимая ценность всех проводимых работ, максимально нам содействовало в этой работе. И уже к концу формирования рабочей группы мы имели утвержденный состав процессов по первому уровню. И могли приступать к описанию второго уровня. Здесь важно, наверное, отметить то, каким образом мы шли вглубь до третьего процесса. Шли с описанием процессов вглубь. Мы описали для всей компании в начале второй уровень. И только после этого мы перешли к описанию третьего уровня. Потому что если сделать иначе, то можно прийти к тому, что все придется переделывать. Если, например, идти вглубь по каждому из подразделений, то есть риск того, что процессы на втором уровне где-то не сойдутся. И нужно будет стыковать их все равно на втором уровне после того, как мы сделали третий. Это то, что касается общих работ по моделированию в рамках внедрения процессного подхода. Теперь частный случай про оптимизацию конкретного процесса по разработке и внедрению информационных систем в рамках всей этой проделанной работы. Основные участники — это разработчики, это бизнес-заказчики, это аналитики. Что было на момент оптимизации? В компании существовал, по сути, IT-отдел, который выполнял роль сервисного подразделения. Туда приходили напрямую бизнес-заказчики со своими задачами и, в общем-то, разработчики покрывали потребность бизнеса по тем задачам, которые были нужны, без проблем. Также в компании существовал отдел аналитиков, который изначально создавался как отдел, который будет взаимодействовать с внешним подрядчиком. Так получилось потому, что при внедрении ERP-системы в компании на базе SAP, сама эта система находится в другом дочернем обществе «Газпрома». И, соответственно, для работы с разработчиками, для работы с оптимизацией этой системы нужно было взаимодействовать с внешними разработчиками. Для этого создавался отдел аналитиков. В взаимодействии с внутренними разработчиками аналитики были вовлечены по минимуму. Вот такая ситуация складывалась на момент старта этого проекта. К чему мы стремились, когда оптимизировали этот процесс? И почему мы это делали? Стремились мы к тому, чтобы разгрузить разработчиков от прямого общения с бизнес-заказчиками. Чем это было плохо в нашем конкретном случае? Это было плохо тем, что когда возникает задача, которая подразумевает разработку решения с нуля, здесь встает вопрос о проведении предпроектных работ. Если эти работы не провести, то будет в итоге на выходе страдать качество продукта. Потому что предпроект — это то, что определяет ценность продукта на этапе формирования концепции. Если эти работы должным образом не провести, то придется потом корректировать саму разработку на этапе уже внедрения этого решения. И это отразится на сроках, на качестве, на стоимости. Потому что нужно будет постоянно уточнять требования, нужно будет проводить бесконечные совещания, делать какие-то доработки, которые возникают в результате неопределенности, ну и так далее. Естественно, эту проблему можно было решить другими способами. Можно было, к примеру, на стороне бизнес-заказчика выделить ответственное лицо за подготовку всех требований к тому проекту, который идет от бизнеса. И пусть этот бизнес-заказчик, это ответственное лицо взаимодействует с разработкой. Такой подход имеет право на существование, и этого чаще всего хотят разработчики. Другой подход состоит в том, что разработчики, подразумевает то, что разработчики делают какие-то решения, которые в перспективе перекрывают все потребности бизнеса. То есть они занимаются неокром, они исследуют какие-то свои системы и предлагают решения. Этот подход тоже может быть, но у обоих этих подходов есть один большой минус, по крайней мере, в рамках нашей организации, в рамках уже, вернее, организации «Газфронт комплектации». Это то, что сотрудники в обоих этих случаях занимаются не своими задачами, не своими профильными задачами. Ни бизнес-заказчики, ни разработчики не должны писать ТЗ, не должны подготавливать полноценные описания требований. Для этого должен существовать единый центр ответственности в компании в лице, прежде всего, аналитиков. Вот почему мы стремились к тому, чтобы разгрузить бизнес от общения с разработкой и внедрить интерфейс аналитиков. На этом слайде хорошо показан пример того, как стыковываются процессы на втором уровне. И здесь отражена суть того, что мы сделали фактически. Синим обозначена область ответственности разработчиков, зеленым обозначена область ответственности аналитиков. То есть это все находится в рамках одного процесса, состыкованного. То есть это еще все детализируется на уровень отделов, это второй уровень. Здесь у нас есть полноценный предпроект, и здесь у нас есть функционал приоритизации и планирования задач по разработке. Если смотреть детально на процесс, как он был до оптимизации, то получается, что, как я уже говорил, есть потребность от бизнеса, она приходит напрямую разработчикам. И 80% случаев — это те задачи, которые не требуют предпроекта, это мелкие и средние задачи. С ними разработчики справляются без особых проблем. Но в перспективе все-таки отсутствует какое-то системное видение тех задач, которые выполняются. Расшатывается IT-инфраструктура компании. И когда возникает случай с 20% оставшихся задач по предпроекту, которые подразумевают работу по предпроекту, здесь начинаются сложности. Так вот, для того, чтобы от этих сложностей уйти, я о них уже говорил, мы приняли решение о том, что мы добавляем в этот процесс интерфейс коммуникации в лице аналитиков. То есть, по сути, все задачи от бизнеса теперь приходят в IT-отдел. Мы стремимся к тому, чтобы покрыть все 100% задач. И уже по итогам работ на своем уровне аналитики выдают эти задачи дальше. То есть, если нужен полноценный предпроект, то аналитики указывают, что нужен полноценный предпроект. Они сами проводят эти работы, они задействуют в этом бизнес заказчиков. Разработчики при этом заняты другими задачами, которые у них находятся в реализации. Что еще стоит отметить? Отметить еще стоит то, что мы предусмотрели в рамках внедрения процессной системы управления фиксацию всех этих показателей, которые в этом процессе есть. Как мы это сделали? Мы это сделали, используя систему электронного документа оборота. Это не тот случай, когда фиксируется все в жире. Это именно тот случай для оценки качества исполнения задач. В системе Директу мы создали маршрут, который учитывает движение заявки на изменение информационной системы. У нас ключевой документ — это заявка на изменение информационной системы. И по ней отслеживается эффективность всей проектной работы в связке бизнес-заказчиков, аналитик, разработчиков. Аналитики при поступлении к ним задачи оценивают ее трудозатраты, сколько на нее должно быть затрачено ресурсов аналитиков прежде всего. Оценивают, сколько нужно времени на подготовку тех или иных артефактов. И состав артефактов они также утверждают. То есть это документы, ресурсы и сроки. Это все фиксируется в сет. Это то, что касается оптимизации процесса разработки и внедрения. Здесь, наверное, подходит время сделать выводы. И выводы можно сделать так, что вот у нас был такой большой проект, мы все хорошо сделали, все организовали. Но я, наверное, начну с ошибок, которые мы допустили вообще в рамках всей этой ситуации, в которую мы попали. Естественно, мы не могли их не допустить, потому что была неопределенность. И я считаю, что прежде всего главная ошибка была в том, что мы попали в так называемую ловушку эксперта при подходе к решению задачи, когда спустилась директива о процессном управлении. Ловушка эксперта — это та ситуация, когда вы находитесь в предметной области в своей, в своей, прошу прощения, достаточно долго. И вы имеете представление о процессах, которые происходят в компании, о том, как вообще все работает, о том, о нашем внешнем окружении, может быть. И вы думаете, что когда возникает задача, то на нее есть ответ, на нее есть решение внутри вашей практики. Но нам практика показала, что это далеко не так. И изначально мы недооценили всей ценности работы по моделированию. То есть мы пошли в сторону внедрения КХД на базе КПЭ, то есть контроля хозяйственной деятельности на базе ключевых показателей эффективности. Мы пошли в сторону внедрения этой системы, упустив из вида то, что нужно прежде всего обеспечить эффективность компании. А обеспечить эффективность можно посредством карты процессов, посредством моделирования. Вот это мы упустили. То есть мы могли бы, может быть, сделать все гораздо быстрее и эффективнее. И если делать главный вывод, то я бы его сделал таким образом. Если компанию рассматривать как систему процессов, то можно сказать, что это динамическая система, которая изменяется, которая движется. А для описания динамических систем использует модель Кеневин. Эта модель говорит, что все системы можно отнести к одному из четырех классов, к одному из пяти даже, наверное, классов. Первый класс — это простые системы, сложные системы, запутанные системы и полный хаос. И пятый тип — это неопределенность, которая включает в себя характеристику каждой из этих систем. Так вот, они отличаются друг от друга, эти классы, тем, насколько просто установить причинно-следственные связи при решении задач, которые поступают. В простых системах причинно-следственные связи очевидны. В хаосе, соответственно, они не прослеживаются вообще. Так вот, эта модель говорит, что нужно при решении задачи понять, где ты находишься в рамках компании, и выбрать способ реагирования на решение этой задачи. Это больше даже, наверное, про менеджмент, чем про бизнес-анализ, но, тем не менее, вот такая практика есть. Так вот, основная наша ошибка состояла в том, что, когда к нам пришла директива о процессном управлении, мы думали, что у нас простая система. Ну, компания существует с 1963 года, много людей работает достаточно долго, в том числе среди высшего руководства. И они думают, что вот мы сейчас быстро навесим показатели эффективности на те функции, которые прописаны в должностных инструкциях, и будем оценивать наши процессы. Мы будем видеть, кто там тратит много времени на что-то, как это можно сократить и так далее. В действительности это не работает, потому что, как я говорил, нужно обеспечить эффективность путем создания карты процессов. И по факту мы думали, что мы находимся вот в точке С, а мы находились в точке А, мы находились в полной неопределенности на самом деле. И мы начали пробовать, что нужно делать, потому что, не ошибается, наверное, тот, кто ничего не делает. Мы провели моделирование, и по его итогам мы пришли к тому, что мы находимся все-таки еще в сложной системе. В сложной системе. Почему мы находимся в сложной системе? Потому что у нас причинно-следственные связи очевидны, но процесс еще не детализирован до необходимой глубины. Так вот, перед нами стоит задача из точки А, мы уже перешли в точку Б, и теперь перед компанией стоит задача перейти к окончательному целевому состоянию. Это к простой системе, потому что простая система — это наиболее оптимальная система для директивного стиля управления. То есть здесь потенциал еще есть, и работы не закончены, но основная ценность создана, система сложная, и теперь, по крайней мере, есть понимание, где компания находится. И даже после того, как компания придет к простой системе, она будет находиться в этом состоянии до тех пор, пока не придет какая-нибудь новая директива. А когда эта директива придет, то будет уже нужно выбрать правильное место вот в этой матрице 2 на 2 и выбрать способ реагирования на ту задачу, которая, в общем-то, должна быть решена. Вот такие выводы я бы сделал. На этом, наверное, все. Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить, буду рад. Спасибо за интересный доклад. Меня слышно? Нет. Ну, слышно. Вопрос такой, сугубо из такого же опыта в нашей организации. Мы пытаемся решить схожие задачи. Хотел спросить, если вы сейчас можете ответить. Да, вот. Да, вот так. Подскажите, пожалуйста, сюда нажимать. Я там нажимаю. Вот, отлично. Когда вы составляли план работы, то есть аналитик по календарному графику оценивал тот или иной процесс, вот эти сроки вы как оценивали? Насколько точно вы в итоге уложились? Я сразу скажу, что в эти сроки мы в итоге не уложились. И оценивали мы их таким образом, что мы это делали методом аналогии. То есть мы ранее проводили работу для производственных подразделений компании, где описывали процессы, ну, другие, сугубо производственные. А это уже, вот этот проект, это по всей компании. То есть мы ссылались на тот опыт, который у нас уже был. Понятно. И связанный вопрос. Вот, вы сказали, что не было карты процессов, а подразделения, функции подразделения между собой пересекались. Да. Не отвечали регламентом. Вы разработали карту. Получилось ли добиться соответствия функций подразделений тем картам, которые вы разработали? Насколько вы оцениваете, удалось добиться такого соответствия? И считаете ли вы, что вообще целесообразно стремиться к стопроцентному соответствию? Да, я понял вопрос. Спасибо. Мы к этому стремимся. Мы описали деятельность до третьего уровня детализации, до уровня отдела. Но основная работа – это вообще детализация, наверное, до должностных инструкций. И в конечном счете мы стремимся к тому, чтобы перейти от должностных инструкций к бизнес-ролям в обществе. То есть должностная инструкция – это, конечно, хорошо, но она должна быть следствием конкретного процесса. Вот. Ну, я ответил на ваш вопрос? То есть в итоге ничего не получилось? Нет, в итоге ничего не получилось. В итоге я говорю, что у нас получилось сделать определенность. То есть мы описали карту до третьего уровня детализации. И последующие действия, они как раз подразумевают полное внедрение процессного подхода. Уже с KPI и с прочим. Нет, но я говорю с точки зрения бизнеса. То есть еще бизнес не использует ваш подход, да, который будет работать? Насколько процессов уже продвинулись? Продвинулись до третьего уровня детализации. У нас как-то вопросы получились один за одним. Хорошо, пользуясь тем, что у меня в руках микрофон, я могу всех перекричать. Я хотел задать еще третий вопрос. Да. А вы говорили, ну, идея очень интересная, что вы разделили бизнес-разработку через интерфейс взаимодействия аналитиками. Исходя из вашего опыта, вот у вас в проекту была команда аналитиков, пять человек. Каждый покрывал какое-то свое управление? Или там любое управление могло дать задачу? Задача любого управления могла упасть на любого аналитика? Да, я понял ваш вопрос. Да, у нас задача любого управления была, ну, могла быть закрыта любым аналитиком. То есть это бизнес-процесс-менеджмент, когда аналитик сам определяет ценность процесса, определяет владельцев и как это все состыковывать. А если рассматривать ситуацию именно с разработкой и внедрением, то это была моя инициатива просто привести этот пример к идеальному состоянию, этот процесс, потому что я работал в том случае, когда предпроекта нет, и просто я предложил оптимизировать этот процесс, и мы это сделали. Вот, то есть, да. А у вас, получается, аналитик работал самостоятельно или в тандеме с руководителем проекта? В тандеме, ну, нет, там была немножечко другая ситуация. Я выступал и как руководитель проекта, вот именно по оптимизации и разработке внедрения, и как оптимизатор процесса, так скажем. Хорошо, спасибо большое. Дмитрий, спасибо. Вопрос следующий. Процесс разработки внедрения информационных систем ТУБИ. Вы сказали, что с помощью запроса на изменения в системе электронного документа оборота отценивает эффективность всей проектной команды. Можно поподробнее на основании таких показателей вы это делаете? Мы пришли к тому, что вот эффективность работы проектной команды. Сразу скажу, наверное, для нас самое сложное было оценить эффективность разработчиков, потому что мы как аналитики можем оценить свои работы, наверное, на предпроекте. Но вообще, если говорить про оценку, то оценивается, прежде всего, срок выполнения задачи. То есть вот задача поступила в отдел бизнес-анализа, она принята в рассмотрении. И назначен ответственный, где у нас здесь, ресурсы. Вот у нас назначена роль в эти проекты, работник, трудозатраты, дата начала, дата окончания. Смотрится, насколько работник смог выполнить задачу в те временные рамки, которые назначены, и насколько вообще те работы, которые назначены, соответствуют тому, что нужно, грубо говоря. То есть это все равно это экспертная оценка? Это экспертная оценка, да. Еще такой вопрос. Вы говорили, что было сложно всем объяснить, что моделирование это необходимо для компании, несмотря на то, что компания уже достаточно давно, но для чего-то еще успеет. Правильно ли я вас услышала, что если это не нужно на тот менеджмент, то все попытки снизу это сделать, не увеличаются? Вы знаете, наверное, ну я боюсь так сказать, но, наверное, любой проект, если в нем не заинтересовано высшее руководство, то он будет проигрывать тому проекту, в котором высшее руководство заинтересовано. Это первое. И второе здесь, наверное, то, что если действительно можно показать неэффективность того процесса, который есть, и объяснить руководству, что это необходимо оптимизировать, то я думаю, что оно будет заинтересовано, потому что любое руководство заинтересовано в том, чтобы все работало слаженно, как оркестр, как бы, компания. Спасибо за доклад. У нас в компании тоже происходило подобное испражнение по поводу исследования процесса всей организации. И отсюда, собственно, вопрос. Наверняка вы тоже вытекали такие ситуации, когда вы пытаетесь узнать, чем занимается оперативное подразделение. Вот, вы про это говорили. У нас пошли немножко с другой стороны. У нас выясняли, что каждого подразделения нужно от других подразделений. Вот здесь выясняли очень интересные вещи, что вылежит от подразделений в том, что мы, в принципе, не должны предоставлять. Как вы решали эти проблемы? Потому что у нас было определенное решение. Мне интересно, как выяснили. Ну, здесь, наверное, играет роль разность корпоративных культур. У нас, наверное, вот в нашем директивном стиле компании «Газпром» как бы там все определено, что должно ожидать одно подразделение от другого. Это может быть больше в продуктовой разработке, вы имеете в виду, да? Ну, у нас компания продуктовой разработки, но тоже в целом объективном стиле управления нет. Ну, просто, когда люди привыкают, что им услугу какую-то оказывают одни люди, потом их услугу могут быть или какие-то другое подразделения, но на подсознании все равно, я не знаю, что если мне нужна, не знаю, справка 2.5, я пойду там к Иванову и боксу, что он уже в бухгалтере работает, не знаю, разработки, да, я все равно к нему пойду, а он, если еще там, мне… Ну, это понятно. Он вам поможет. И вот здесь очень много таких ситуаций, на самом деле, то есть когда подразделения не каждый день взаимодействуют, каждая из каждого, правильно? Да. То есть подразделения, они с какими-то подразделениями взаимодействуют очень плотно, а с какими-то подразделениями они просто понимают, что если мне понадобится услуга, я обращаюсь на это подразделение. И вот здесь как раз-таки основные ошибки могут возникать. Вот вы сказали, я прошу прощения, вы сказали, что вы сравнивали то, что действительно делают подразделения, с должностными инструкциями. Но может же быть такая ситуация, что если подразделение делает какую-то, ну, выполняет какие-то процессы, а в должностных инструкциях у него этого нет, но при этом все другие подразделения ожидают именно от него этого, то логично исправить должностную инструкцию, чем заставить изменить внимание всех. Да, да, я понял, что вы имеете в виду. И здесь, наверное, знаете, в чем дело? Дело в том, что, наверное, не стоит кардинальным образом ломать те процессы, которые есть. Это первое. А второе, здесь нужно понимать, что каждый процесс должен создавать определенную ценность для организации. И если ценность Иванова как разработчика в том, что он готовит справку 2НДФЛ для бухгалтерии, то у него сомнительная ценность как разработчика, наверное, будет. И, ну, здесь нужно оптимизировать процесс разработки и внедрения, либо процесс бухгалтерии, то есть, ну, как-то в этом ключе двигаться, я так понимаю. Вы что думаете? Думаю, нет. Я немножко другой введу, но ладно, наверное, что-то время менять вообще. Ну, мы можем с вами после обсудить, да. Спасибо. Спасибо за выставление. Хотел вопрос такой задать при переходе на процессное управление, на процессную модель. Моделируются процессы, отрисовывается их текущее состояние здесь, выясняются, вероятно, ну, вы об этом тоже сказали, какие-то потери, да, в результате этих процессов. Вот интересно, в какой момент происходит генерация всех инициатив по оптимизации этого процесса? То есть, это закладывается целевая структура ТУГИ сразу на этапе моделирования ИЗИС, либо это отдельный стоп, когда текущая процессная модель известна, и происходит, ну, там, я не знаю, бренджторм или еще что-то, и переход к ТУГИ с генерацией этой инициативы. То есть, вот именно момент, когда это должно произойти. Спасибо, да. Это, наверное, происходит не на этапе формирования ИЗИС, это происходит, когда мы стыковываем процессы на втором уровне. Здесь очень многое становится сразу понятно, потому что у нас есть уже описанные процессы первого уровня, главная ценность, и эта главная ценность декомпозируется уже на функциональные подразделения. Так вот, то, как они между собой должны взаимодействовать, как вот тут, ну, хороший вопрос, то, как они между собой в карте процессов, допустим, должны взаимодействовать, это нужно отобразить. А у вас вопрос в том, когда это понять, да, как они должны. Да, да, когда понять, и, ну, то есть у нас же в слове проекта нет возможности это сразу исправить. То есть мы заложили на это сроки, косты, ну и прочие проектные вещи, поэтому к этому вопросу одно дело по горячим следам это найти и понять, а другое дело, когда это уже нам думать и вернуться к этому в рамках нового строительства проекта. Про сроки и косты, которые закладываем, мы их закладывали. То есть вот если брать конкретный пример, то мы разрабатываем, разрабатываем, прошу прощения, и согласуем. То есть подразумевается разработка и согласование. Мы рисуем, а потом мы обсуждаем. То есть не так получается, что мы нарисовали и все. Это как раз то, чем мы пугали наших коллег. Мы нарисуем, вы будете работать, потому как мы нарисуем. Скажите, пожалуйста, как решен вопрос с поддержанием модели в актуальном системе? Это хороший вопрос. Это, наверное, область ответственности аналитиков и владельцев бизнес-процессов. То есть мы пока еще к этому не пришли, к тому, чтобы поддерживать модели в актуальном состоянии. Мы пока только зафиксировали все, как должно быть. То есть мы пришли к описанию необходимого уровня детализации. А в дальнейшем это уже выделяется, это прямо было в приказе, вот как слово вы сказали, чтобы поддерживать модели в актуальном состоянии. Иначе мы скатимся опять к тому, что все опять развалится. То есть приказ. То есть приказ. А как? А как иначе? Все приказ? Спасибо большое. Да. И маечку за лучший вопрос получит, наверное, тот, кто точно сказал про приказ. Вот, пожалуйста, да, у нас действительно. Давайте, пока. Все. Мы на этом заканчиваем. Да, спасибо за внимание. Спасибо, коллеги. Спасибо.